Австралия огромная страна с эндемиками, типа кенгуру, муравьедов, утконосов. Австрия, курорты горнолыжные и все, наверное. Алжир, Африка. Это тоже жаркая очень страна. Песок, солнце, море. Андорра. Ничего. Азербайджан, столица Баку, очень много нефти. Албания. Военные. Воевалащая. Ангола. Слышал, маленькая, где-то очень далеко и неизвестная мне. Антигуа и Барбуда. Что это? Аргентина, Лионель Мессер и Юс. Армения входила в состав российских республик. Вот и Баку, столица, правильно, нет? Афганистан. Столица Кабулы. Война, конфликты. Багамские острова. Бангладеш. Не, ничего не скажу про него. Барбадос. Не, я что-нибудь полегче. Бахрейн. Ничего. Вы вообще-то не знаете. На Беларуси это тоже наш братский народ, близкий нам по менталитету. И режим, конечно, там какой-то такой непонятный. Ну, я знаю только бельгийский бейгл. Знаешь, такие пончики, которые наполнены кремом. Болгария. Болгарские консервы очень вкусные. Овощные, фруктовые. Это отдых, это море, это солнце. В Боливии там шаманы есть. Божья герцоговина, это вот возле Восточной Европы, так можно сказать. Бенин, он в Африке. Это прародина магии Буду. Пацана. Вот, боже мой, какие-то страны-то тоже где-то в Африке. Бруни, это Африка опять, да? Буркина-Фасон. Не знаю. Бурунди. Тоже не знаю такого. Бутан, монархия где-то там. Ваканда. Это из Черной Пантеры. Вануату. Ну, Ватикан, это как мировой церковный хозяин всей земли. Великобритания. Страна, которая такая консервативная. Нам агрессивная, настроенная. И ничего хорошего нет. И климат отвратительный. В Венгрии, это, конечно, оперета, это тярдаш, это гуляш. Венесуэла. Нефть, кризис политический, санкцию. Восточный Тимур. Пропускаю. Вьетнам. Отдых. Габон, но это где-то, по-моему, в Африке. Гаити. Оставное государство. Гаяна. Это тоже впервые. Гамбия. Африка, нет? Ганна. Где-то в Африке, насколько вы знаете. Гватемала. Нет, хуйню какую-то. Однозначно. Гвинея. Ну, какая-то, наверное, жаркая, экзотическая страна с пальмами. Гвинея, Бесау. Нет. Германия. Фашизм. Эндурас – это столица Африки, по-моему. Гренада. Ой, не знаю. Греция. Тоже, конечно, приятная для отдыха страна. Грузия. Вино там, говорят, хорошее очень, грузинское. Ну, и люди хорошие, но обманывают. Очень вкусная еда у грузин. И очень колоритные люди. Хотела бы посетить Грузию. Дания. А там Ганский, Русиан, Андерсон. Джибути. Это где-то тоже, вот это не знаю. Доминика. Содружество. Первый раз слышу. Доминиканская республика. Это, по-моему, Африка. Я даже не знаю. Республика Конго. Эбидемия спида. Я вот очень люблю сфинкса. Я не знаю, это у всех индивидуально. Я на этом месте была, и там такие необыкновенные переживания были. Я считаю, что это действительно реально чудо света. И, ну, каждый, конечно, сам выбирает приоритеты в этой жизни. Но я считаю, что Египет стоит посетить хотя бы раз в жизни, чтобы вот воочию увидеть сфинкса. Замбия. А там вроде бы в Африке. Зимбабве. А это я слышу впервые. Израиль. Это демократическая страна, которая находится, к сожалению, в окружении недемократических режимов. И поэтому им действительно сложно выживать. И они постоянно живут готовые к отпору, к военной агрессии. Я очень уважаю вообще эту нацию, потому что это древнейшая нация, это древнейшая культура. Очень люблю евреев, потому что большинство гениальных, талантливых людей – это евреи. Индийский кинематограф, Болливуд и все остальное. Индонезия. Тоже экзотическая страна, популярная для туризма, такого экзотического туризма – джунгли, тропические леса. Иордания. Прекрасная страна, страна, которая оставляет хорошее впечатление, желание туда вернуться и очень хороший сервис, но не дешевая страна. Ирак. Ой, война. Иран. Достаточно неспокойная обстановка. Ирландия – республика католическая страна. Была в зависимости от Великобритании когда-то, сейчас самостоятельно. Исландия – очень, по-моему, самая малонаселенная территория. 400, что ли, человек проживает по статистике. Испания – европейская страна с большой историей, с языком, который сейчас один из самых распространенных в мире. Родина Сервантеса, Дон Кихот. Много очень замков средневековых. Также одна из стран, которая наибольшее участие приняла в великих географических открытиях. Италия. Ну, естественно, спагетти. А Йемен? Не знаю. Кабо-Верде? Не знаю, херня какая-то. Казахстан – наш сосед, братский народ, крупная страна. Все, многие знают по фильму «Барат». Там все неправда, там все ложь. Камбоджа. Где-то вроде в районе Вьетнама, по-моему, там. Да, да. Камерун. Там тоже у них спортсмены хорошие. Канада – это тоже страна, большая. И стимулом является кленовый лист. Катар – не знаю. Кения – кофе очень люблю. Кипр. Остров, много курортов. Дорогая страна, очень. Киргизия – крутая страна, очень там красиво. Песня «Илвис» есть. Киргиз, стан, жан, им, девушка моя, у капушка Алия. Кирибати. Как? Кирибати. Кирибати – не знаю. Китай – это наши братья. Это страна, благодаря которой мы здесь, во всяком случае, в 90-е годы были одеты, обуты и сыты, не имея минимум средств, скажем так. Поэтому лично я очень благодарна. А Северная Корея? Ну, жесткие правила. Что там социализм? Я не помню. В Колумбии, ну, это, так скажем, такие показательные наркотики, наркобороны Колумбия, кофе колумбийский очень вкусный. Коморские острова, где-то тоже, по-моему, в Атлантике. Коста-Рика. Коста-Рика – это в Америке. Наверное, карнавалы какие-то, вазни. Кот Дивар слышал тоже, но ничего сказать конкретно не могу. Ну, Коба – это уже наш союзник, как бы, даже. Кювейт. В Африке находится, да. Лавос. О, Латвия. Она Советскому Союзу прям подлежала. Лисота. Не знаю. Либерия. Насколько помню, французская колония в Африке. Оттуда очень много темнокожего населения было продано в рабство, ну, собственно, в американские колонии и так далее. Ливан. Жарко. Ливия – это Ближний Восток. Литва – это, по-моему, российский или украинский город. Я точно не припомню. Лихтенштейн. Ничего не знаю. Бразилия, статуя вот этого Свободы, Иисуса Христа, фавелы, ну, наверное, вот все ассоциации. Футбол, футбол, да, Пелле. Люксембург. Романтик. Маврикий. Жарко. Мавритания. Мадагаскар. Мадагаскар. Пингвины Мадагаскара, мульти про них. Малави. Еще еще раз? Малави. Малайзия. Малайзия. Я не знаю. Это я не знаю. Мали. Мали – это Африка. Мальдивы. Пляжи. Реклама Баунти – это самое идеальное место для тихого, спокойного отпуска, если ты богач. Мальта. Тоже слышала, не была там. Македония, Македония. Марокко, апельсины, жара, солнце, отдых, бедуины. Верблюды. Маршалово острова. Не знаю. Мексика. Это там не очень хорошо с законом, может быть. Но для кратковременного отдыха, там прекрасные пляжи, прекрасный климат и очень веселые люди тоже такие жизнерадостные. Поэтому для небольшого туристического заезда… А Мозамбик? Ну, ничего особенного не могу сказать. Молдавию очень люблю эту страну. Слушать про нее очень красивая природа, очень красивые дома. Но Монако, мне кажется, это популярное туристическое место. Монголия. Степи. Несколько крупных городов. Природные ресурсы. Недавно начали добывать. Крутой президент. Все. Мьянма. Нет, не знаю. Нарния. Это страна в шкафу, которой правит Лев Аслан. Ее не существует. Ну, хотя, может, существует. Надо проверить все плотяные шкафы. Намибия. Намибия. Ну, наверное, где-то в районе Африки, но не слышал ничего про них. Непал. Ну, у подножия Эвереста страна такая бедная, обезьяны скачут по улицам. Ну, веселая, наверное. Нигер. Нигер? Да. Это в Африке, да? Ага. Как-то странно. Состоян, там темно, кожей люди живут. Нигерия. Там же, в Южной Африке. Нидерланды. Там очень много фельпанов. И еще они известны деревянной обувью, такими лодочками. Никарагуа. Ебать. Чего вы спрашиваете? Я один раз была, но давно уже была в Новой Зеландии. Ну, я такого большого эффекта от нее не испытала. Королевство Норвегия. Хорошая страна. Амад, это где, я тоже не знаю. Пакистан. Очень бедная страна. Делают кроссовки для всей Европы. Амама. Да, ничего не угодней сказать. Папуа, Новая Гвинея. Абсолютно ничего. Парагвай. Столица Матильдия. Перу. Там гражданин город Мачу-Пикси. Польша, это соседнее, по-моему, с нами, да, государство на западе. С Украины. Там очень много украинцев уезжают туда на работу. А Португалия? Ой, не знаю. А Южная Корея? Ну, Южная Корея, это полная противоположность Северной Кореи. Яркая страна, со вкусной кухней, с развитым своим местным кинематографом, кей-поп. Вот эта вот вся культура, которая в России сейчас очень популярная. Россия самая большая страна в мире, откуда нельзя, где можно отдохнуть, откуда нельзя уезжать, загородные, другие страны. А Руанда? Не знаю, вообще первый раз. Ну, Румыния, я знаю, как бы, она сейчас поставщик собак. Люди берут из этой страны собак, вывозят другие благополучные европейские страны, и их, ну, так же, как из России вывозят. Сальвадорно, тоже европейская страна, не знаю, ну, известное название. Санта-Мэй, в принципе. Сера-Мято-Кераса, Сан-Марину. Так, Саудовская Аравия. Там есть шейхи, богатая страна. Сейшелы очень нехорошее место, если вы богатый, чтобы там отдохнуть. Если вы бедный и живете на Сейшелах, там ничего абсолютно нет, в магазинах все очень дорого, и все продукты очень дорогие. Ой, Сенегал у меня почему-то ассоциируется с преступностью, и с пиратами какими-то. Сент-Винсент и Гренадины. Сент-Китс и Невис. Понятия не имею. Сент-Люсия, нет, тоже не знаю. Сербия, одна из стран, частей бывшей Югославии, православная страна, родина Николы Тесла. Сингапур. Они из-за невероятно короткой первой международной войны стали одной из самых радостных стран в регионе, не имея перед ним ничего. Сирия. Война. Словакия. Как у нас практически. Словения. Не знаю. Соломоновые острова. Ну, наверное, их назвали в честь царя Соломона, Соломоновые острова. Сомали. У них же там, получается, есть воюющие корпорации, но центральной власти, в принципе, нету, уже очень давно. Судан. Про них я ничего не знаю. Ну, это Ближний Восток, где-то там. Возможно, у них там нефти много. Мусульманская страна. О, США. Надо с ними осторожнее. Таджикистан. Ну, это из советских республик. Ну, как бы с нами не сильно дрожит, но дрожит как-то немножко. Таиланд, свободная страна, трансвеститы и все прочее, куда можно съездить дешево отдохнуть. Море, песок, пляж. Того. Тоже не знаю. Тринидад и Тобаго. О, нет, не знаю. Тувалу. Не знаю, может, где-нибудь в Африке. Тунис. Ну, Тунис тоже получается такая высокоразвитая страна. Там, конечно, и отдых хороший, и качественные продукции. Особенно кожаная обувь и оливковое масло. Туркмения. Ну, это тоже Среди Азии. Граничит между Туркменистаном, Киргизией и Узбекистаном. Тоже теплая страна. Турция, ну, это страна такая, знаете, отдыха, высокого качества обслуживания, и вообще классно там отдыхать. Просто для отдыха. У Уганда есть такой мем «Уганда-наклс». Азии. Использование потолков на копках в плантациях. Украина – нарциссет, братский народ. Сильно пострадал в Великую Отечественную. Очень густонаселенное, большое количество очень развитых городов. Очень певучий язык, очень напевные, очень музыкальные люди. Уругвай. Директивные штаты Микронезии. А Фиджи? Филиппины. А, ну, это где-то на юге. Гринляндия, острова Враги. Ну, Франция – это страна. Мориство битв. Страна видится пока. В виде сапога. Да. Хроватия, футбол. Чап. Тоже не знаю. Черногория. Войны. Как они, гражданские войны, пусть и распада Советского Союза. Чехия. Там в хоккей хорошо играет. Чили. В Южной Америке находится такая продлинноватая страна. Ну, достаточно низкий уровень жизни там у нее находится. Швейцария. Часы, шоколад. Шоколад. Самые надежные банки. Швеция. Швеция – это, да, это Альпы. Альпы. Кто, наверное, не знает Швецию Альпы. Это и гурнолыжный спорт, и все остальное. Шри-Ланка. Ну, там тепло. Там хорошо. Эквадор. Тоже самое. Экваториальная Гвинея. Слышала, читала про нее, про племена, но особо ничего не знаю. Эритрея. Тоже впервые слышу. Эстония. Тоже особо ничего про нее не знаю. Эфиопия. Не знаю. Южно-Африканская республика. Тоже хорошая страна, но сложно что-то сказать. Южный Судан. Пираты вроде там. Море, в общем говоря. Террористы. Вот такие ассоциации. Майка. Песни. Футбол. Ну, Япония довольно-таки развитая страна. У них очень классные аэропорты с роботами. Обслуживают вас роботы. Вот. Очень загрязненная экология. И на каждом шагу есть автоматы с масками. Продолжение следует... Вы bounce. Кроме. Продолжение следует...